Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 912 дня войны, четверга, 22 августа. Вот главное. Все в панике, все голубом убегают. Я сейчас вышла на улицу и вообще обалдела. Пока Украина атакует в Курской области, россияне продвигаются на востоке. из Покровска принудительно эвакуируют людей. Когда мы подходили к местным, я всем говорила, что мы украинские журналисты. ФСБ России возбудило уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в судже. Индия твердо убеждена, что ни один конструктор или проблемы не могут быть решены на поле боя. Госдеп США назвал визит премьер-министра Индии на рендер-моди в Украину чрезвычайно важным. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Мы начинаем, как всегда, с небольшой военной сводки об обстрелах. В течение дня россияне совершили более 100 обстрелов приграничных территориях и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 256 взрывов. По сумской общине ударили ракеты. Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также рассказал, что за сутки российские военные обстреляли 24 населенных пункта области. Пострадали объекты критической инфраструктуры. Торговый центр, образовательные, медицинские учреждения, церкви, административные здания и заведения общепита. А также жилые кварталы. В частности, 7 многоэтажных домов и 36 частных. Есть раненые. Также российские военные нанесли удар по селу Тамарина Херсонской области. В результате погибла 87-летняя женщина. И обстреляли богодухов Харьковской области. Там погиб 57-летний мужчина. Еще 6 человек пострадали. Тем временем посольство США в Украине со ссылкой на информацию от Государственного департамента Соединенных Штатов предупреждает, что Россия может готовить удары по правительственным и гражданским объектам Украины в ближайшие дни. США заявили, что располагают информацию о наращивании России усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отмечают, это может произойти прямо перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа. В течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружений. В свою очередь, Служба безопасности Украины совместно с силами спецоперации ВСУ в ночь на 22 августа поразила склады с авиационными бомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России. Именно Мариновку россияне активно используют для бомбардировок линии фронта в Украине. По словам источника «Украинской правды», местные россияне сейчас говорят, что после атаки украинских дронов их военный аэродром выглядит как кадры из фильма «Апокалипсиса». Также российские медиа и паблики днем в четверг сообщали о том, что в порту Кавказ Краснодарского края возник пожар на железнодорожном пароме, груженным топливом, якобы из-за удара украинской ракеты. Позже стало известно, что паром «Кавказ» затонул. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, о том, что вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области России. Напомню, что по состоянию на 20 августа вооруженные силы Украины контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области. Между тем, Wall Street Journal пишет о том, что украинские войска, судя по всему, собираются окружить 3000 российских военных, которые оказались буквально прижаты к реке в Курской области, а Украина в это время разрушает мосты и переправы. Для нанесения ударов по мостам украинские военные использовали ракетные комплексы «Хаймарс», предоставленные США, а также беспилотники со взрывными устройствами, пишет издание. Генерал-майор в отставке австралийской армии Мик Райан в интервью Wall Street Journal сказал, что в Курской области Украина не стремится к более глубокому продвижению, опасаясь окружения, а вместо этого увеличивает ширину своей операции в России. Они удерживают более защищенную местность, которая ближе к Украине, и где войска легче обеспечивать, сказал Райан. Украинский проект «Дипстейт» подтверждает, что украинские военные продвигаются в Курской области, однако продвигаются и россияне в Донецкой. По данным проекта, 21 августа российские военные захватили такие населенные пункты, как Камышевка, Заветная и Новожеланная. Кроме этого, российская армия продвинулась возле Николаевки. Наиболее активно российская армия продолжает атаковать на выступе в направлении Покровска. На этой неделе в Покровском районе была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вот что рассказала о ситуации агентства «Рейдер» жительница города Людмила Сидоренко. Все в панике, все голопом убегают. Я сейчас вышла на улицу и вообще обалдела. Все с коробками, все эвакуируются. Не знаю я, не хочем уезжать, но приходится. Мы думали, тут досидим, как говорится, да. Ну и все, не знаю. Все это тяжело, это что я и отправляю. Ладно, все. Не знаю, что он говорит. Мы с Бахмута приехали. В такой ситуации нужно действовать быстро, говорит волонтер «Восток СОС» Роман Мацевко. Эвакуация прошла очень быстро, было тихо. А когда тихо, значит скоро станет громко. Поэтому мы были вынуждены действовать быстро и, надеюсь, профессионально. Покровское направление остается самым тяжелым. Россия продолжает наступать. Именно на удержание инициативы на востоке Украины концентрируется сейчас Кремль в эфире государственных телеканалов. Российские правительственные источники, близкие к администрации президента России, сообщили независимому изданию «Медуза», что Кремль активно пытается убедить российское общество принять ограниченное украинское присутствие в Курской области как новую норму. Источники отметили, что Кремль в ближайшее время направит пропагандистские усилия на то, чтобы убедить россиян подождать, пока российские войска вернут себе эти территории после неизбежного поражения ВСУ на востоке Украины. Российские госканалы уже освещают операцию Украины в Курской области как ограниченную, активно противопоставляя ее российскому передвижению в направлении Покровска, которые изображают как большую победу. Ранее мы рассказывали о том, как Кремль перенаправляет беспокойство россиян в отношении Курской области на кампании по оказанию гуманитарной помощи. Также Кремль решил не отменять предстоящие выборы губернатора Курской области, запланированные на сентябрь, чтобы свести к минимуму панику в регионе. В то же время паника растет не только в самом Курске, но и в Белгороде, рассказала рейтер эвакуированная Татьяна Котлерова. Я последнее время спала возле двери у порога на одеяле, чтобы выскочить в случае бомбежки. Обстрелен весь дом и все соседние дома, поэтому очень страшно. В Курске, Курчатове и Железногорске по решению оперативного штаба начали монтировать железобетонные укрытия. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Телеграм. По его словам, планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре. Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также ставят укрытия, и их количество и точки размещения обозначат в ближайшее время. В то же время выясняются все новые причины внезапного украинского успеха. Российский генерал-полковник Александр Лапин, который контролировал безопасность в Курской области, распустил Совет, занимавшийся защитой пограничного региона, буквально за несколько месяцев до операции Украины. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Весной этого года новый военный назначенец Москвы генерал-полковник Лапин заявил, что только военные имеют силы и ресурсы для защиты российской границы, пишет издание. Этот план оставил еще один пробел в слабой обороне российской границы, которая разрушилась в начале этого месяца, когда украинские войска начали молниеносное наступление. Wall Street Journal отмечает, что Лапин, безусловно, не сам открыл ворота первому иностранному вторжению на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Причинами стала критическая нехватка людей, а также ошибка, характерная для высшего руководства России, которая часто не в курсе реалий происходящего. О других публикациях американской прессы на эту тему в нашем обзоре. Курское наступление спутало планы Путина, так озаглавила свою статью газета The New York Times. По мнению авторов статьи, хаотичная реакция официальных властей на продвижение украинской армии в Курской области подрывает российскую риторику, согласно которой Россия неуклонно движется к победе. Украинское вторжение заставило российскую общественность сильнее ощутить последствия войны, утверждает в редакционном материале Wall Street Journal. По мнению авторов, США могут помочь Украине, цитата, «развить импульс вторжения», предоставив ей оружие и сняв ограничения на его использование. Украина, скорее всего, хочет продемонстрировать Путину, что пока в Украине нет мира, российский народ тоже не будет спать спокойно, пишут авторы статьи на сайте Fox News. Вместе с тем, издание приводит мнение аналитика стратегической военной разведки и автора книги «Методичка Путина» Ребекки Кофлер о том, что Путин воспользуется этой возможностью для укрепления нарратива о необходимости разгрома Украины. «Российские СМИ уже обвиняют Соединенные Штаты в том, что они стоят за этой украинской операцией», сказала Кофлер в интервью телеканалу. «Таким образом, порочный круг будет продолжаться, принося все больше разрушений и увеличивая риск эскалации». Реакция Кремля на вторжение в Курск показывает, как Путин замирает в условиях кризиса. Под таким заголовком вышла статья в газете The Washington Post. «Когда авторитет Путина подвергается испытанию, в его ответе часто отсутствуют быстрые решительные действия, которые соответствовали бы его воинственной риторике», – пишет издание. «При этом высшие должностные лица часто скрывают свои промахи, не рискуя вызвать недовольство президента». Ньюсвик, в свою очередь, пишет, что вторжение чревато истощением драгоценных запасов Украины в живой силе. «Захват нескольких десятков приграничных российских деревень ценой многих жизней и единиц техники не поможет. Война не будет решена в Курске. Наиболее стратегически важными регионами остаются восток и юг Украины». «Курское наступление Украины – огромная стратегическая ошибка», – полагает автор колонки, опубликованной изданием The Hill. В материале отмечается, что «Курское наступление» «отвлекает критически важные ресурсы с основного поля боя» и при этом приносит лишь незначительную стратегическую выгоду. Впрочем, аспекты войны могут быть не только военными, но и политическими. И именно на политической арене вторжение Украины в Курск кардинально изменило ход конфликта, пишет в своей статье, опубликованной журналом Foreign Policy, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд. По мнению дипломата, благодаря этому прорыву в западных столицах просыпается ощущение новой реальности войны. Обзор публикации американских медиа об украинском наступлении в Курске. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом пишет издание Financial Times, в интервью которому глава МАГАТЭ сообщил, что собирается поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он отметил, что в результате продвижения украинской армии вглубь России АЭС находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии. Председатель МАГАТЭ отмечает, что близость АЭС к боевым действиям вызывает особое беспокойство, поскольку на станции функционируют два реактора, подобные тем, что использовались на Чернобыльской АЭС. Тем временем Владимир Путин уже обвиняет Украину в ударах по атомной станции в Курске. Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной аэстростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают прислать, сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. ФСБ России возбудило уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в районе города Суджа Курской области после взятия его под контроль украинскими войсками. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Дела возбуждены по статье о незаконном пересечении границы. В частности, фигурантами дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко. Все они публиковали репортажи из города Суджа, который находится под контролем ВСУ. Ранее журналистка проекта «Громадские» Диана Буцко рассказала о своей поездке в Суджу моей коллеге из Украинской службы «Голоса Америки» Марии Уленовской. Я на самом деле ожидала, что там ситуация с точки зрения безопасности будет намного хуже. Я думала, что там будут взрывы, как мы это слышим обычно на линии фронта, что там будет много дронов. Потому что перед этим я была в часовом Яру, и там очень много беспилотников летало все время. Я удивилась, когда мы въехали в город, он выглядел обычным городом. Единственное такое ощущение, что там остановилась жизнь. Потому что людей на улицах почти не было. Большинство из них прячется в подвалах. Но город, он стоит себе как город. Большинство домов не тронуто. Есть несколько разрушенных сооружений в самом центре. Это преимущественно административные здания. Тем не менее, город сохранился. И в отличие от того, что мы могли видеть в украинских городах, в часовом Яру, в селах на Покровском направлении, ситуация выглядит совсем иначе. А как местные реагировали на украинских журналистов, на украинские вооруженные силы? Я видела, ты в соцсетях рассказывала, что они понимают украинский. Некоторые даже на нем говорят. Как они реагируют на то, что украинские вооруженные силы теперь ведут военные операции на территории России? Когда мы подходили к местным, я всем говорила, что мы украинские журналисты. Мне кажется, это справедливо, чтобы они понимали, с кем разговаривают. Некоторые просили не показывать их лиц, не снимать, потому что они боятся. Если вдруг вернется российская власть, их могут за это преследовать. Местные жители очень напуганы. Они не до конца понимают, что происходит. Для них это все было непонятно. Вдруг их никто об этом не предупреждал, и местные власти, российские, выехали. Люди, у которых были машины, те, кто побогаче, тоже уехали. И вот эти люди, которые называют себя более бедным классом, они жаловались, что их просто бросили на произвол судьбы. Мы когда подходили к ним, я сначала ознакомилась, думала, что с ними надо говорить по-русски. Они мне отвечали на украинском. И так мы нашли общий язык. Понятно, что они говорят на украинском, хотя они утверждают, что это их язык. Цитата, хохлядский диалект. Но это вообще разговорный украинский язык. Говорили ли они тебе о каких-то ущемлениях прав? Или наоборот, они говорят, что украинцы им помогают? Насколько они хотят сотрудничать с украинской властью? Или они все-таки сохраняют русский патриотизм? А может быть, им все равно? Какова в целом ситуация? Думаю, откровенно на этот вопрос ни я, ни они не могут ответить. То есть, когда по городу ходят украинские солдаты, жители говорят, мол, ваши ребята нам помогают, привозят воду, привозят еду. Я знаю, что военные инструктировали местных, что делать. То есть, прятаться в подвалы, не готовить ночью, потому что их дроны могут увидеть. То есть, они говорят так, что военные, украинские военные, ничего плохого не делают, помогают им. Но о какой-то такой благосклонности говорить сложно, потому что, например, те люди, которые говорят, что военные помогают, они опять же говорят, мол, наши ребята сбежали, а ваши ребята нам помогают. Мне кажется, это такая разделительная линия, ваши и наши. Наша Росгвардия сбежала, наша полиция сбежала. Но я думаю, надо общаться больше, с большим количеством людей, чтобы понимать ситуацию. Мы все-таки мало еще пообщались. Кроме того, они все напуганы, они не понимают, что происходит. Поэтому я не знаю, насколько они искренне в целом в своих ответах. Журналистка проекта «Громацкие» Диана Буцко о своей поездке в Суджу. Напомню, ранее ФСБ России также заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже. Позднее МИД России выразил протест послу Италии в связи с этими событиями. В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск. Австрийская ультраправая партия «Свободы», которой эксперты пророчат победу на парламентских выборах уже этой осенью в своей предвыборной программе, заявляет о намерении остановить выплаты в Европейский фонд мира, из которого ЕС помогает Украине оружие. В тексте манифеста партии сказано, что сегодня Австрия якобы нарушает свой нейтралитет, делая взносы в Европейский фонд мира. Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета. Эти выплаты должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию, говорится в официальном заявлении. Кроме того, в нем указано, что этот антинейтралитет, как они его называют, относительно войны в Украине, вредит больше Австрии, чем России, а длительная война только увеличивает цены на энергоносители. Отдельным пунктом в программе упомянута потребность и дальше потреблять российский газ. Тем временем в центре международного внимания в эти дни оказалась дружественная Россия-Индия, ее премьер на рендер-моде, который совершил первый в истории визит в Польшу и отправляется в Украину. С подробностями Алекс Григорьев. В Польше Моди встретился с высшим руководством страны, выразил заинтересованность в устойчивом мире, предложил помощь в завершении войны России с Украиной, добавив, что решать проблемы на поле боя невозможно. Забавно, что российская пропаганда сообщает, что Моди, цитирую, говорил о решении проблемы Украины, хотя на самом деле речь шла о войне России с Украиной. При этом Моди, который управляет Индией уже десятилетия, не осудил российскую агрессию в отношении Украины. Индия никогда не делала этого, ограничиваясь дипломатическими заявлениями о зле, который несет война и достоинствах мира. В октябре 2022 года Индия демонстративно воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой суждалась российская аннексия украинских территорий, подтверждалась территориальная целостность Украины. В поддержку этой резолюции проголосовало подавляющее большинство государств мира. За два с половиной года войны Индия воспользовалась санкциями Запада, став крупнейшим покупателем подешевевшей российской нефти. По этому показателю она обошла Китай. В июле после победы на очередных выборах Моди посетил Москву, где демонстративно обнялся с Путиным, ставшим парей на Западе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое разочарование действиями премьера Индии и назвал его поездку в Москву разрушительным ударом по миротворческим усилиям. Однако российско-индийская дружба давно прошла свой пик. После начала открытого вторжения в Украину главным союзником и партнером Путина стал Китай, традиционный противник Индии. В этих условиях Моди опасается делать ставку на Москву и активно пытается налаживать сотрудничество со странами Запада, которые недовольны многими действиями Пекина, в том числе его негласной поддержкой российской агрессии в отношении Украины. В этих условиях Запад, очевидно, готов закрывать глаза на некоторые действия Индии. Например, на покушение на лидеров сикстских сепаратистов в США и Канаде, совершенные предположительно по приказу Нью-Дели, а также на явно авторитарные тенденции правления Моди. В Варшаве Моди выразил готовность помочь с достижением мира, хотя и уточнил, что не намерен становиться посредником в мирном урегулировании. Премьер Индии явно не намерен рисковать своим международным авторитетом, беря ответственность за проект с неясными перспективами. Мир или хотя бы прекращение боевых действий между Россией и Украиной пока маловероятны. Алекс Григорьев о международных визитах индийского премьера Моди. Сам же Моди сказал, что обеспокоен ситуацией в Украине, впрочем, он ограничился на этот счет общими словами о том, что война – это плохо. Друзья, ситуация в Украине и Западной Азии вызывает глубокую обеспокоенность у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблемы не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней в любой кризисной ситуации является величайшим вызовом для всего человечества. И поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для быстрого восстановления мира и стабильности. Для этого Индия готова работать с дружественными странами, чтобы предоставить всю возможную поддержку. В то же время оценки визита Моди в основном позитивные. Вот что заявил премьер Польши Дональд Туск. Я очень рад, что премьер-министр подтвердил готовность лично принять участие в мирном, справедливом и быстром завершении войны. Мы уверены, что Индия может сыграть в этом очень важную и позитивную роль. Это заявление имеет большое значение, особенно в свете того, что премьер-министр скоро посетит Киев. Мы уверены, что этот визит также станет историческим. Премьер Польши Дональд Туск. Добавлю, что в Госдепе США назвали визит премьер-министра Индии на рендер Моди в Украину очень важным. Особенно в то время, когда Россия пытается изменить глобальный порядок. Об этом в частности заявил заместитель госсекретаря США Ричард Верма. Он отметил, что сейчас очень важно защитить и сохранить этот международный порядок. И подчеркнул, что благодарен за позицию Моди, которую тот выразил заявлением «Сейчас не время для войны, а время для мира». И последнее. По мнению подавляющего большинства украинцев, за время полномасштабной войны с Россией общество стало более сплоченным. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса фонда «Демократические инициативы», проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа этого года. Согласно результатам опроса, 30% респондентов полностью убеждены в том, что общество сплотилось во время полномасштабной войны. Еще 39% скорее убеждены в этом. Это составляет в целом 69%. Опрос методом «Фейс-то-фейс» проводился в преддверии Дня независимости Украины и только на тех территориях, которые контролируются правительством страны и на которых не ведутся боевые действия. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина – самое важное». Вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах, а также на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин